Привет! И почему я выгляжу как яйцо? На этой неделе я очень плохой ютубер. Я забыла снять начало для этого видео, поэтому я его снимаю сегодня. Сегодняшнее видео это типа, что я ем за неделю, типа влог. И там будет немного моей повседневной жизни, что я делаю. Так что да. Окей, давайте начнём. На самом деле сейчас время обеда, но я только завтракаю. Я сделала себе кашу, потому что я её супер давно не ела. Я сейчас веду Коди на его первую стрижку. Не знаю, как он реагирует, надеюсь, он сильно не будет волноваться. У него очень длинные отрезки волосы, поэтому я решила, что его время постричь. КОНЕЦ! 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 Просто посмотрите на мою собаку, он вообще стал совсем другим. Как вы можете помнить, он был супер волосатым и чёрным. Давайте я сделаю мини-холл того, что я купила сегодня в магазине Ниппон. Я купила вот такие вот желейные конфетки с персиком. Называется коньяку, с вкусом персика. Не знаю, я никогда не пробовала. Я купила вот такую вот жвачку. Потом я купила ещё какую-то жвачку, но я её уже съела. Потом ещё вот такую вот лапшу, вот такую вот розовую, она подходит к ногтям. Какие-то вот такие вот снеки. А ещё забыла вам показать. Я ещё купила вот такую вот дёдзу овощную. Я думаю, что я её сделала на ужин. Я решила съесть дёдзу со соусом для спринг-роллов. И этот соус, он как бы такой сладковатый. Я не знаю, едят ли дёдзу со сладким соусом. В принципе, прикольный по вкусу. Ещё я туда добавила чуть-чуть острого соуса, вообще китайского. Странное сочетание, но мне нравится. Вообще, я приготовила дёдзу вчера. И когда я открыла крышку, вся квартира пахла как пердёж. Путеры с авокадо накрылись, потому что авокадо был гнилой. Поэтому я буду сейчас съесть вот такие вот. Если вы смотрите на это пятно, и у вас возникают вопросы, как оно вообще появилось у меня на стене за диваном. Я хочу вам сказать, что я сама не знаю. То есть в один день я прихожу, и тут уже какое-то пятно образовалось. Я его пыталась снять. Я его пыталась снять до места сам. То есть я сделала ещё хуже. Я протёрла его до конца стены. Это ужасно. Не говорите моему арендодателю, он меня убьёт. Я выгляжу страшно. Я сейчас ехала в метро и думала, что я хочу пересмотреть сумерки, получить этот загадочный вайб белый звон, который ждёт своего Эдварда. Не знаю, когда я смотрю сумерки, у меня всегда меняется сознание. Мы сегодня ночью заказывали Достоевский с Delivery Club. Вообще мы читали отзывы, там что-то очень плохие отзывы. Мы решили рискнуть, короче. Это осинский пирог, кстати, вкусный вышел. Это такой чесночный соус со сметаной и пью чай. Если вы смотрели мой влог, где я сдаю сессию на протяжении целого месяца, то вы, наверное, знаете, что у меня две пересдачи. Поэтому сейчас... Какое сегодня число? Сегодня вроде 17-е, и я начинаю готовиться к пересдачам. И почему у меня лицо такое пухшее и толстое? Поэтому я сейчас сижу на протяжении нескольких часов напротив экрана. Я создала себе в Орде документ, куда я буду записывать билеты, сама хочу и сделать. Там где-то 25 билетов, плюс еще по другому предмету мне нужно будет также подготовить 14 билетов. Просто минус лето. Я сейчас буду завтракать вот таким вот йогуртом. Сегодня в Москве какая-то жара и сильный смог. У меня что-то голова болит из-за этого сильно. И мне, в принципе, не хочется больше ничего есть, кроме этого йогурта. Я уже пробовала вот такой вот йогурт топленый от Лапландии. Он был вкусным. Я решила попробовать вот такой вот малиновый. Мне есть где-то 10 минут на то, чтобы поесть. И сделала себе модный салат. Я поняла, что я очень давно не ела сырые овощи. Мое тело, наверное, все-таки нуждается в каких-то витаминах. С уксусом немного переборщила. Не знаю, я себя чувствую как-то по-другому. Типа... Субтитры сделал DimaTorzok 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 И мне интересно, залезть ли он вообще на эту подстилку, потому что он никогда на ней не спал. Скажите, у вас тоже есть привычка в 500 раз переодеваться за день? Вот мой отфит! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Момент истины. Залезай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сейчас на самом деле иду на свидание. Я знаю, о чем вы подумаете. Аня, тебя никто никогда не пригласит на свидание. Но это как-то произошло. Так что сейчас я выбираю себе образ, чтобы такое надеть. Я решила надеть вот такое вот шерстяное платье. И я сейчас думаю, какой лучше аксессуар надеть с ним. Мне вопрос. Надеть вот такую вот черную сумку? Эта сумка называется София. Она от бренда Милос Карта. Это российский бренд, производящий одежду и также изделия из кожи и эко-кожи. Так вот выглядит сумка. Я решила, короче, заказать. Я заказала две такие сумки. Одну я подарила маме, а одну взяла себе, потому что она офигенная. Она мне очень понравилась. Она немного похожа на сумку Шанель. И я такая думаю, блин, я хочу такую же. Либо пойти вот с такой вот сумкой. Она тоже от бренда Милос Карта. Я заказала себе вот такую вот, чтобы в универ с ней ходить. Я уже жду, не дождусь, чтобы прийти в универ, чтобы с такой сумкой походить. Она офигенная. Ну, я, в принципе, ее летом носила, но мне кажется, в универ она прям будет супер. Смотрите, какая она классная. Плюс этого бренда в том, что у них, во-первых, очень классная и качественная продукция. Доставка по всей России. И вообще, я считаю, что нужно поддерживать отечественные бренды, поэтому я решила заказать себе несколько сумок. Они очень стильные и качественные. Посмотрите, никаких торчащих ниток, ничего. Просто качественная очень сумка. Еще прикольно, что в Москве есть у них магазин, так что вы можете прийти и померить сумки. Но мне больше подходит вариант, чтобы уже доставлено домой было бы. То есть через онлайн. Так что, да, я рекомендую бренд Милос Карта. С ним очень классные образы получаются. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Сейчас буду делать рамен вот такой вот острый. Я сегодня позавтракала только вот этими вот подушечками И я супер голодная, хочу съесть рамен с яйцом каким-нибудь или с сыром Дааа Вы, ребята, сейчас стоите на бортике сковородки Профессиональный ютубер-чек Мне всегда страшно добавлять вот эти вот соуса, потому что я не могу есть сильно острую еду Поэтому я обычно только часть какую-то добавляю Ой, мне кажется, я много добавила Хотела сказать вам спасибо за просмотр, за то, что вы выбрали мое видео среди других там миллионов видео на ютубе Еще хотела сказать огромное спасибо вам за 300 тысяч подписчиков Для меня это просто невероятно огромная цифра Даже одна тысяча подписчиков для меня это уже очень много Я даже не могу представить, что 300 тысяч человек смотрят меня И кому-то я нравлюсь, и кому-то нравится то, что я делаю Это я очень благодарна вам Люблю вас, пока!